Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня влог начинается не в зеркало! Я шучу, конечно! В общем, сегодня прекрасный день, сегодня вторник, и, представляете, я впервые за много-много дней, наверное, за 6, за 5-6 дней я взяла камеру в руки, потому что я не знаю, что случилось, но у меня абсолютно не было никакого желания брать камеру в руки. Обычно я, кстати, вот, когда делала вот этот макияж, я снимала на камеру макияжное видео с косметикой от Фаберлик. Если вы не посмотрели, обязательно посмотрите. Я, наверное, макияжное видео это выложу, уже выложила, поэтому смотрите. И я там уже говорила, что у меня абсолютно не было никакого желания брать камеру в руки. Обычно, знаете, я хожу, там что-нибудь пеку или готовлю, хоп, взяла камеру, там, поснимала немножко. Или, например, муж с магазина придёт, снимаю, что он купил, там. В общем, было-было у меня желание снимать, а сейчас как-то уже практически неделю я вообще ничего не снимала. Ни продуктовую корзину, ни готовку, ничего. А вот сегодня у меня появилось такое желание, я взяла камеру, сняла макияжное видео и решила снять влог, представляете? Вот такое у меня вот настроение хорошее. Сегодня прекрасный день, прям вот просто шепчет. Сейчас где-то около 12 дня, уже 28 градусов тепла. Сегодня, наверное, будем опять набирать с Крестюшкой этот бассейн. Она любит в бассейне купаться. И давайте я, наверное, вам что вам... А, просили грядочки показать. Кстати говоря, пойдёмте, наверное, я вам покажу. Ну, вчера, значит, я прополола кое-где солнце. Спрашивали, как же поживают твои перчики, твои помидорчики. Вот они, перчики. Я их уже раскрыла, вернее, раскрыла природа, потому что был очень сильный ветер, и всё, значит, здесь посносило. И вот даже вот эти блоки, представляете, видите, здесь ещё вот два блока остались, надо унести их. Вот эти блоки лежали прямо вот в грядке. И я не знаю, каким-то чудом просто грядочки, ну, то есть не грядочки, а вот мои перчики не повредились. Вот они все целенькие, ничего не сломано, растут. А помидорчики вообще уже некоторые сорта цветут. Смотрите, здесь несколько сортов. Вот, смотрите, помидорчик цветёт. Вообще круто. Здесь у меня, я думала, в этом году в этой грядочке не будет клубнички, но, смотрите, клубничка. Можно срывать и есть. А, в общем, я здесь немного прополола вчера, не всё, конечно, и укропчик оставила. Это вот укропчик растёт. Здесь у меня, значит, салат. Муж у меня восхищается. Какой у тебя салат шикарный, какой у тебя салат шикарный. А я такая думаю, блин, он же уже перерастает, надо его есть. Петрушку я не знаю, когда я дождусь, не дождусь. Вот вроде более-менее пошла петрушка и укропчик, смотрите, здесь. Вот моя пекинская капуста. Из 20 семян зашли только 3. И то они были в кучке. Видите, вот эта вот большая капусточка, да, хорошо смотрится. А вот эти два маленьких, это я просто их отсюда, они прям в кучке росли. Сюда пересадила, поэтому они немножко болели у меня. Вот, поэтому вот я смотрю. Это мой эксперимент, мои дорогие. Вырастет ли вообще пекинская капуста у меня. Здесь у меня вот огурчики растут. Сюда уже сеточку пора поставить, чтобы они вот плелись, да. Что у меня тут ещё? Вчера, кстати, муж скосил травку. Здесь у меня, значит, свёколка. Вот она, свёколка. А здесь у меня морковка тоже хорошо. Хотела проредить, но так жалко что-то. Думаю, пусть растёт. Это мой тоже эксперимент. Думаю, вырастет, не вырастет. В общем, здесь вот укропчик. Я его уже срываю, в салатики режу. А здесь росла редиска, я её уже полностью повыдёргивала. И сюда же, наверное, опять посажу редиску. Или сегодня, или завтра, может быть, даже вам покажу. Посмотрим. Вот, всё, я вам показала свои грядочки. Мы тут срываем клубничку вот с этой грядочки. И едим. Кстати, Крестюшка не очень-то ест. Прям она как-то не это. Вот клубничка. Здесь вот крыжовничек растёт. Ммм, вкусно. Итак, мои дорогие, знаете что? Что? Крестюшка тут сидит. Что такое? Сейчас я вам покажу очень классный заказик. Детской одежды. Кому интересно, обязательно смотрите. И мне магазин, который называется Лайки Чаулт, я уже не впервые там заказываю. Оставит свой промокод, свои скидки. Обязательно всё пропишу, всё расскажу. И сейчас прямо с вами я буду распаковывать вещи, потому что у меня прямо аж ручки чешутся. Вещи ещё не распаковывала. Специально оставила, чтобы вместе с вами это сделать. Поэтому продолжайте смотреть мой влог. Итак, мои дорогие, наконец-то я добралась вот до этих новых вещей для моей доченьки, для моей принцессы. Это магазин Лайки Чаулт. Я уже не в первый раз, я уже, да, сказала, заказываю. Там просто умопомрачительного качества детские вещи. Это я вам с уверенностью говорю на 100%. Вот накладная. И посмотрите, я уже, значит, достала всё из пакета. Заказывала я доставкой с ДЭК. И мне привезли буквально за 3-4 дня. Давайте, наверное, всё по порядку будем открывать, да, потому что мне не терпится, если честно. Вот, вот так вот всё упаковано, всё в индивидуальной упаковочке, в именной упаковочке. Заказывала я в основном размер 28-й. Это на рост 98-104. Мне прям не терпится. Так, что это я достала? Значит, по-моему, это пижама. Так, 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 сейчас прочитаем. Так, смотрите, да, пижама детская. Называется жёлтый, размер 28. Вот такие штанишки. Слушайте, прям вообще классно. Смотрите, как резинка прошита. Вы только вот на это посмотрите. Всё такое мягкое, 100% хлопок. Классно. И внизу вот так оформлено, надеюсь. Так, вам видно, да, всё хорошо. Освещение вроде бы позволяет. В общем, вот такие штанишки. Вот так вот. И вот такая милая футболка жёлтенькая. Супер просто. Вот так горловина прошита. Всё идеально. Следующее, я даже помню, что это такое. Это водолазка из шапочка. Так, это размер, сейчас скажу, тоже 28 на рост 98-104. Оттенок называется бирюзовый. Смотрите, какая прелесть, мои дорогие. Вот такая шапочка. Я думаю, что как раз вот на осень крестюшки. Посмотрите, какая прелесть. Водолазка и шапка. Всё одного цвета. Всё качественно прошито. Посмотрите. Все шовчики ровные. Вещи именно из этого магазина. Они выдерживают очень много стирок. С ними ничего не случается. Очень всё качественно. Такой материал прям плотный. Вот такая вот этикетка. Мимимишки. Юбка написано. Так, юбочка. Размер 28 на рост 98-104. Посмотрите, какая прелесть. Резинка выполнена идеально. Сделано всё в России. Предварительная стирка обязательно написана перед тем, как одевать. Оттенок очень красивый. А сзади она просто розовая. Вот так вот всё выглядит. Здесь просто шнуровка. Она не затягивается. Так, это что такое у нас? Что-то красивое и нежное. Так, тоже мимимишки написано. Это футболочка. Ой, какая прелесть. Посмотрите, какая красивая футболка. Нежная, нежная. Она удлинённая. Написано мимимишки. Посмотрите, как выполнена горловина. Идеально. Сзади она просто беленькая. Супер. Крестюшка будет в садик в этой одежде ходить. Так, открываю. Да, это платье для моей Кристиночки. Так, тоже 28 размер. Вот такая прелесть. Смотрите. Здесь внизу всё стопроцентных хлопок. И вот так всё это выглядит. Для маленьких принцесс. Вот такая горловина. Кстати, довольно-таки широкая. Ну как вам? Напишите, пожалуйста, нравится. Нет вам такая одежда? Мне очень нравится. Здесь вот резиночка. Смотрите. Да, это резиночка. Интересно. Сзади выглядит вот таким образом. Следующие это шорты и футболочка. Тоже такая нежная-нежная расцветка. Вот такие шортики для Крестюшки. По-моему, я тоже 28 размер. А нет. Смотрите. Размер 30 уже. Я заказала на вырост. Но я смотрю, что вот эти шорты Крестюшки сейчас будет как раз. Да-да-да. Это 100%. И вот футболочка. Тоже удлиненная. Крестиночка будет самая модная в садике. Очень красиво. Очень нежно. Очень мило. Восторг. Это уже на рост 104-110. 100% хлопок. И последнее, что я заказала, это, конечно же, колготки. Скоро нам колготочки понадобятся. В больших количествах. И я заказала наборчиком. Здесь, по-моему, двое колготочек. Да. Смотрите. Вот они. Так. Я заказала на рост 98-104. Смотрите. Они довольно-таки длинные. Вот. Сзади две полосочки. Очень комфортная резинка. Не сильно тугая. Вот так все это выглядит. Но очень круто. Вот эти беленькие колготки, они прям такие, даже как будто бы праздничные. Да? Класс. Супер. Сейчас посмотрю составчик. Состав, значит, 76% хлопок, 21% полиэстер, я так поняла, и 3% эластана. И написано, что предварительная стирка обязательно. И вторые колготочки, они вот такие черно-розовые. Тоже прелестные колготки. Классно. Вот такие. Резинка очень комфортная. Ну что, мои дорогие, сказать, что я довольна заказиком, это вообще ничего не сказать. Магазин просто шикарный. Там чего только нет. Там есть и куртки, и всякие разные пальто, и ползунки, и шапки. В общем, там огромный-огромный выбор. Обязательно проходите. Я оставлю все ссылочки. И даже на инстаграм магазина лайкичалт я оставлю ссылочку. Проходите, подписывайтесь и заказывайте обязательно. И, конечно же, используйте мой промокод, который даст вам 750 рублей скидки, если вы закажете от 1500 рублей заказик. Вот так вот. Сейчас я вам еще, знаете, покажу. Я тут заказывала на Вайлберрис пару купальников, но как бы они мне по размеру не подошли. Но все равно сейчас вам покажу, потому что я собираюсь вернуть эти купальники и заказать что-нибудь другое. Ну вот, собственно говоря, купальнички. Один купальник в таком вот спортивном стиле мне понравился очень. И вообще мне понравилось, как он сидит на мне, но он оказался мне большеватый. Это размер L, по-моему. Что трусики, что... Да, размер L, что трусики, что вот олив. Где-то стоит вот это все добро. Купальник вышел где-то на 2200, на 2300. Не помню. Вот фирма. В общем, большеват мне купальник. И я подумываю, может быть, M заказать. Не L, а M. Очень хорошо прям на мне сел. Вот здесь вот смотрите, как все выглядит. По-спортивному. Сейчас вот этот стиль очень модный в купальниках. Так, здесь я примерила. Здесь защитные пленочки. Все-все на месте, потому что я это все отдам. И материал тоже такой. Здесь вот двойной материал. Здесь тоже двойной материал. Ничего не просвечивает, ничего не торчит. А вот этот купальник мне, знаете, понравился тем, что... В общем, мне понравились трусы. Лив мне не очень понравился. Хотя Лив мне как раз... Это размер 46. Вот этот купальник, он продавался как комплект. Тоже стоил где-то 2-200. Ну, недорогие, в общем. Хоть немного и большеваты, но у них, видите, вот пошив мне понравился. И все-таки я решила обратно отдать, потому что верх не очень сидит. А вот этот купальник, если что, я вот возврат сделаю. Они там быстро деньги, кстати, возвращают. Я уже не в первый раз возврат делаю. А вот фирма какая на этом купальничке. И вот фирма на этом купальничке. Вот купальник женский. В общем, если что, я емочку закажу. Если я ничего не выберу... Кстати говоря, в прошлый раз я, когда показывала заказ Фаберлик и говорила, что я вам скажу, какой же я купальник выбрала в Фаберлик, я забыла вам сказать, что я вообще никакой купальник не выбрала. То есть я сделала все купальники возврат. То это не нравится, то это не нравится. В общем, как бы... А, кстати, размер был мне как раз. Эмочку я там заказывала. Вот такие вот купальнички. Ну что, мои дорогие, может быть, еще что-нибудь вставлю интересненькое в этот влог? А если я не вставлю, то спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Обязательно, обязательно пишите мне комментарии. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok